Уважаемый председатель, коллеги! Воздействие солнечного излучения на Землю ослабляется ее магнитным экраном. Солнечный предуберанц инициирует солнечный ветер, который, воздействуя на магнитное поле Земли, приводит его в возмущенное состояние. Подобные явления могут оказывать чрезвычайно серьезное воздействие на организм человека и животных. В чрезвычайном частности было показано, что в течение 150 лет наблюдения за пятнообразовательной деятельностью Солнца появляется значительное число холерных эпидемий и пандемий, которые совпадали с пиками солнечной активности. В наибольшей степени это было выражено на территории Центральной, Юго-Восточной Азии, где максимумы солнечной смертности от холеры в Японии, Индокитае, Филиппинах и Британской Индии практически совпадали с пиками солнечной активности. Такие закономерности наблюдались также на территории Европы. В частности, Чижевским было показано, что смертность от возвратного типа в Москве и в Ленинграде коррелировала с активностью деятельности Солнца. Наибольший коэффициент корреляции 0,88 выявлялся в случае, если график солнечной активности стригался относительно графика смертности на один год. Сходные эффекты наблюдались и при регистрации смертности от дифтерии в Дании и Санкт-Петербурге, а также при ради других заболеваний, что показано на печатной отдельной книге. Кроме того, Чижевским было показано, что при вирусном заболевании, в частности, эпидемии гриппа, также наблюдалось возрастание активности Солнца, а сдвиг между пиками солнечной активности и последующими максимумами заболеваемости в этом случае составлял 3-6 месяца, то есть был меньше, чем при инфекционных заболеваниях. Я привожу эти данные, в том числе в связи с тем, что в настоящее время мы переживаем период пандемии, также РНК, содержащего, как и вирус гриппа, коронавируса штамма COVID-19. В связи с подобной ситуацией я запросил геофизическую лабораторию, с которой у нас имеется уже многолетняя история пленотворного сотрудничества, о произошедших в 2019 и начале 2020 года изменениях геомагнитной активности. Полученные данные свидетельствуют о том, что уже в конце сентября 2019 года произошли всплески геомагнитной активности. Вполне возможно, это могло стимулировать повышение заболеваемости людей COVID-19 в Китае уже в декабре 2019 года. Но вместе с тем задачей настоящей работы явилось нахождение взаимосвязи между сроками развития злокачественных новообразований онкологических больных и среднемесячными уровнями К-индексов, которые отражали уровень геомагнитной активности в пренатальном периоде этих пациентов. С этой целью архивные данные геомагнитных полей в течение 9 месяцев эмбрионального развития коррелировали с частотой онкологических заболеваний в группе больных определенных локализаций опухоли. Нам были обследованы больные 12 локализаций злокачественных новообразований, манифестированных на первых и второй стадиях. Из представленных в этой таблице данных можно видеть, что зависимости имели как отрицательный характер, красное, то есть происходило ускорение развития заболеваний, так и положительный характер, желтыми помечены, заболевания, развитие которых замедлялось. Продолжительность корреляционных взаимосвязей была различна. Например, при раке молочной железы она составляла 6 месяцев, тогда при большинстве других локализаций она составляла 1-2 месяца. Для рака щитовидной железы и рака шейки матки нами не было выявлено значимых корреляций между изменением вариаций геомагнитных полей в период внутриутогного развития и развитие в дальнейшем у них этих злокачественных новообразований. Таким образом, нами наблюдалась умеренная корреляция между интенсивностью возмущения геомагнитных полей во втором и третьем триместре беременности матерей и сокращением сроков манифестации рака молочной железы у их дочерей в сравнении со среднестатистическими данными. Она определяется по этой формуле, которая приведена на слайде. Средний возраст появления рака молочных желез составлял около 61 года. Сумма КАИ – это является сумма как раз тех геомагнитных возмущений за месяцы, которые произошли. Б – коэффициент отрицательный, минус 0,3, он рассчитан Владимиром Александровичем Ямшаном, опубликованным в журнале за 2003 год. Таким образом, имеются предварительные данные о том, что изучение состояния геомагнитных полей в период беременности позволяет получить информацию о вероятности риска ускорения появления рака молочных желез с целью предсказать эти неблагоприятные последствия и каким-то образом предудратить их. Геомагнитное буре представляет собой довольно слабый фактор. Граница его диапазона находится в пределах от 50 до 100 нанатесла, иногда бывает выше. Это адекватно соединяя единиц МК от 2 до 4. Показано, что у животных эти изменения не приводят к значимым изменениям в стабильных, уже сформированных системах, например, таких как клетки, в частности, яйцеклетки, и сперматозоиды до оплодотворения. Но они влияют на активные синтетические процессы, которые происходят в ходе эмбриогенеза. Так было показано, что методическое деление в эмбриональных клетках платвы после того, как были геомагнитные возмущения в 2010 и 2011 годах, приводили к увеличению методической активности. В норме, как вы видите, они составляли 12,6 промилле и 45, допустим, и 8 десятых, а после геомагнитных возмущений 22,2 и 50, примерно 7. То есть возрастали почти в 70 и 25, на 70 процентов и 25 процентов. Этому соответствовало то, что частота методозов в клетках также возрастала, примерно на такие же значения. Это были нормальные методозы, а беррантных методозов выявлено не было. Вместе с тем были выявлены и также изменения у людей скорости капиллярного кровотока. После воздействия моделирующих генераторов, которые стимулировали воздействие примерно такое же, какое приводит к воздействию геомагнитных полей, было установлено, что скорость капиллярного кровотока до 18 часов вечера примерно остается примерно одинаковой, что у контрольных животных и подопытных. Однако после 18 до 22 часов у контрольных животных скорость кровотока достоверно снижается. Это могло свидетельствовать о том, что в организме людей возникает состояние, близкое к гипоксическим состояниям. Совсем недавно, уже в 2020 году, в трудах Американской Академии Наук появилось сообщение, что гипоксия способна вызвать специфические для тканей и времени ответы, которые приводят к десинхронизации метаболизма между тканями, то есть смещению циркадных часов. Так было показано, что в случае снижения парциальной концентрации кислорода с 21% до 6% происходит у мышей, таких тканей, как печень, легкие, и почки изменения метаболизма. Они регистрировались с помощью биомилюнисцентной регистрации. В частности, в печени происходило ускорение метаболизма, а в легких и почках эти процессы замедлялись. К настоящему времени общепринятого механизма действия геомагнитных полей о последующих эффектах солнечных бурных биологических объектов окончательно еще не установлено. Одним из наиболее изученных направлений исследования механизмов трансляции физического первичного эффекта на физиологический уровень в организме животных является путь, включающий участие мелатонина, гормона гипофиза, эпифиза, который представляет собой универсальный нейроэндокринный преобразователь стимуляторов внешней среды. Этот гормон влияет на многие процессы в организме человека, в том числе на пролиферацию и дифференцировку клеток, а также на развитие, течение и прогноз онкологических заболеваний. Вместе с тем показано, что магнитные бури привозят к временной транзиторной гипоксии, следствием которых является десинхронизация метаболических процессов, модулируемых естественными экзогенными ритмами, то есть циклами день-ночь. Наружается ритм микобиологических объектов, фундаментальная особенность живого организма. Таким образом, имеющиеся к настоящему времени данные позволяют предположить, что возмущение геомагнитного поля во втором и третьем триместрах беременности матерей, период, когда происходит процесс дефекционировки клеток молочных желез плода, может быть одним из факторов ускорения вероятности развития рака молочных желез у взрослых женщин. Так как рак молочной железы составляет порядка 20-30% от числа всех женских новообразований, и его заболеваемость продолжает расти и у нас в стране, и за рубежом, таким образом глобально занимая ведущее место среди онкологических заболеваний у женщин, то можно полагать, что это связано в определенной степени с многолетним влиянием возмущением геомагнитных полей. Спасибо за внимание.